Садитесь. Зачем вы хотите снимать на видео? Это встреча неформальная. Вы не хотите видео? Но неформальный разговор очень нам поможет. Вы уверены? Да, мать. Если возможно, то пусть мы запишем на видео этот неформальный разговор для всех людей в мире. Вы можете сидеть ночью. Если это возможно, то мы запишем на видео этот неформальный разговор. Ну хорошо. Это очень-очень неформальный. Я надеюсь, что вы поняли то, что я сказала сегодня утром. Я думаю, что это нужно повторить снова. Повторение очень хорошо вплетено, и этот предмет очень и очень важен и обширен. Все, что я сказала, это то, что ментальная проекция. Это главное, что вы должны понимать. Где Григоар? Переведи. Просто переведи это. Ментальная проекция. А ментальная проекция. Это главное, от чего вы страдаете. Я чувствую. Когда мы всегда проводим исследования. Исследования духовной жизни. Что это, что то. Мать, расскажи нам об этом. Мать, расскажи нам о том. Мы уже начали, они должны были прийти раньше. Пусть войдут и сядут. Хорошо, не имеет значения. Пусть они войдут. Садитесь поудобнее. Пусть они войдут. Хорошо, не имеет значения. Пусть они войдут. Пусть они войдут. Пусть они войдут. Садитесь поудобнее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На время Только тех, кто плачет А иначе все дети, кто здесь останется Включая Уоррена Итак, я говорила Насчет ментальной проекции То, что мы живем все время на нашем ментальном уровне Я дам вам пример Например, вы должны идти на пикник И ментально вы готовите себя Вы планируете И думаете Что все предусмотрели А когда вы приходите на пикник Вы обнаруживаете, что ни к чему не готовы Ничего из того, что вы планировали Не получилось На ментальном уровне это получилось Но в действительности нет Точно так же и наше духовное исследование Это тоже ментальная проекция Как некоторые люди могут спросить Почему Бог сотворил нас Почему Он сотворил эту Вселенную Почему есть нищета Мы не понимаем, что это исследование Происходит из области, в которой есть невежество Это идет от невежества Исследование, вызванное невежеством А не знанием Вот почему Если на это исследование получен ответ То эта темнота отвечает темноте Вообще нет никакой разницы Это никогда не решит проблему Например, какая польза Говорит слепому человеку Какого цвета эта одежда Лучше открыть ему глаза И тогда он сам должен увидеть Или как некоторые сахаджи-юги Он может закрыть свои глаза И снова спросить Какого цвета эта одежда Просто по привычке Я вылечила слепого человека в Индии Но многие вещи он мог сказать Только после того, как закрывал глаза Самое удивительное Потому что он мог чувствовать с помощью своих пальцев Так как развил эту привычку И не пользовался своими глазами И то же самое происходит с сахаджи-югами Что после самореализации Когда ваши глаза открыты Вы увидели свет Все равно вы приводите в действие Вашу ментальную проекцию И пытаетесь все понять с помощью Ментальной активности Поэтому необходимо знать Что любое исследование Которое появляется Исходит от человека Который не является знающим Как только вы знаете То о чем можно спрашивать Кабира сказал Когда вы становитесь единым с Богом То о чем говорить Или о чем спрашивать Но ментальная проекция Это такая опасная вещь Которая всегда держит вас вдали от реальности Это порочный круг И вы не можете разорвать его Так что самое лучшее Прежде всего вы получаете свою реализацию Вы становитесь осознающей личностью Просветленной личностью И затем сами смотрите Получаете опыт этого Скажем, если вы хотите задать вопрос Скажем, даже если вы хотите узнать по мне Вы просто подумайте Просто посмотрим на кундалини матери Посмотрите, что произойдет Вы просто станете безмысленным Попробуйте это Нет мыслей Григоар, можешь перевести Но это только потому Потому что вы реализованные души Если вы не реализованные души То вы будете продолжать Исследовать это Если вы понимаете Эту тонкую вещь То вы не будете удовлетворяться Вашим ментальным исследованиям В наше время Это большая мода В обществе Говорить о Боге Если не о Боге То они будут говорить О чем-то божественном О чем-то духовном Когда они пьяные Можно сказать В особенности Когда они плохо разбираются И не знают О каком духе Они говорят Я чувствую Что это слепой Говорит со слепым И как слепой Может привести вас Куда-то Вот почему сказано Что с помощью рациональности Вы не можете достичь Бога Это ограниченная вещь Но снова Это не должно быть Навязчивой идеей Для вас Потому что Это ментальная идея Как мы можем сказать Я выполняю медитацию Но как это Выполнять медитацию Вы не можете Выполнять медитацию Вы можете быть В медитации Как французы Могут сказать Я занимаюсь Медитацией Вы не можете Делать это Вы в медитации Когда вы в состоянии Безмысленного осознания Когда вы в этом состоянии Тогда вы в медитации К ментальной проекции Нужно относиться Очень серьезно Потому что Это исходит Из очень Большого Узла Внутри нас Который называется Мистер Эго Вот почему важно Ясно Видеть И не бояться Этого Потому что Если у вас Супер Эго То вы будете Беспокоить других Но дело не в этом Вы будете Беспокоить себя У вас будут Всякие боли И всякие ощущения В теле Из-за этого Но если это будет Эго То вы будете Беспокоить других Так что для того Чтобы остановить Эту бесполезную Ментальную активность Необходимо понять Что нужно держать Вашу кундалини Выходящий Из вашей Брахмарандры С помощью ментальной Проекции Вы не можете Поднять кундалини Как вы знаете И вы не можете Сохранить ее там Так что Какую Технику Девайной Вы должны Сохранить Кундалини На уровне В котором Сохраняется Из вашей Сахастра И Ваши Сохранят Вибрация Так что Какую Божественную Технику Нужно Использовать Вы знаете Это Для того Чтобы Держать ее Там На уровне Когда Она Выходит Из вашей Сахастра И Ваши Руки Должны Чувствовать Вибрации Ментальная Проекция Это Очень Трудная Задача Хотя Это Звучит Очень Привлекательно И Кто-то Может Очень Водушевиться Этим Когда Вы Спорите С другими Людьми А они Спорят С вами Затем Когда Вы Побеждаете Вы Чувствуете Что Вы Выиграли Кубок Дэвиса Но Что Вы Достигаете Этим Не Вы Ни Другой Человек Вообще Ничего От Этого Не Получают Поэтому Ответ Должен Быть Таков Что Покончить Со Всеми Ответами Вопрос Вопрос Должен Бы Таков Что Покончить Со Всеми Вопрос ами Это И Есть Техника Божественности Которую Вы Знаете Божественности Все Исследования Подобной Природы Если Вы Строите Божественность То Вы Станете Безмысленными Почему Вы Становимся Безмысленными Когда Задаем Подобные Вопросы Потому Что Состояние Важно Состояние Важно А не Ментальное Понимание Вашего Исследования Состояние Которое Вы Достигаете Вот Что Важно Еще Раз Поймите В чем Смысл Состояние Например Дети Живут В этом Состоянии И Не Беспокоятся Об Этому Для них Это Глупый Вопрос Их Пути И методы Настолько Просты Потому Что Они Не Верят Во Все Эти Бессмысленные Трудные Вещи Но Для Образованных Интеллектуалов И Людей Всех Привычки Таковы Вз С Оксфорд Кембриж Затем Джон Хопкинс. Вы никогда не найдете там Бога. Не так ли? Нашли вы там Бога. Нашли вы там ваш дух. Так что это новая школа, в которую вы поступили, и вам необходимо сменить ваши пути и методы. В Индии один из сахаджиогов проводил семинар, и они организовали там мозговой траст. Ты был членом этого, и также мистер Уоррен, и также доктор Баджорджи, и, я думаю, Бала, и ты тоже. Мне нечего было сказать против. Это как детская игра, я бы сказал, детей. Но у вас не может быть мозговой траст? Мать, на этом семинаре? Нет, нет, на одном из бомбейских семинаров, которые мы проводили. В Индии? Да, все великие последователи сахаджиоги. В Борде? Меня там не было. Все эти великие последователи из Бомбеи решили организовать мозговой траст. И они ходили, ходили вокруг этого. И они ходили в церкле... Спасибо. Но, как бы то ни было, я наслаждалась их игрой и их акробатикой. Вы не должны верить Вашему уму, Вы должны верить Вашему духу. И это новое измерение, в которое Вы вошли, которое необходимо понимать в другом свете, которое Вы не видели раньше. Как только Вы осознаете это, Вы поймете, почему так много великих пророков никогда не посещали никаких университетов. Конечно, это не так, что я говорю, что все те, кто не ходит в университет, являются реализованными душами. Ни то и ни другое. И то и другое не придет Вас к Богу. Что приведет Вас к Богу, это Ваше собственное желание быть единым с Ним. Кундалини и есть само желание. Она приведет Вас к Богу. Как я говорил Вам раньше, мы многое разрушили до реализации. И после реализации, если не поддерживать ее, мы можем разрушить. Так что, если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, Вы можете задать их. Теперь, если Вы можете задать все вопросы, что Вы хотите. Хорошо, Вы можете спросить меня. Субтитры создавал DimaTorzok. Да, пожалуйста. Я имею в виду, извините, мать. Я имею в виду вопрос, извините, мать, он не очень много знает. Если сконцентрировать внимание на точке Аги, то может ли Вы повлиять на вибрации? Нет, нет, он не то говорит. Хорошо, хорошо. Что он говорит? Что он говорит? Вопрос, кажется, более трудный, мать. Хорошо, пускай задает. Что он говорит? Можно ли, сконцентрировав внимание на точке, повлиять на вибрации? Улучшить вибрации. Улучшить вибрации. Улучшить вибрации. На Агии? На Агии? Нет, никогда. Вы можете получить одержимость. Я скажу Вам, как люди могут получить? Вы знаете, как эти тантристы, как они получают всех этих хутов? Знаете ли, как они управляют ими? Они концентрируются на чем-либо, например, на пламени, или на чем еще, без реализации, в их Агии, и смотрят на это. И что получается? Создается давление, и так как их Агия не очень открытая, они уходят влево или вправо. И Вы попадаете в коллективное подсознание. Или в коллективное сверхсознание. И вибрации, которые Вы получаете тут, не что иное, как сотрясение. Но что происходит? Как однажды один человек сказал мне, что один из сана-джоги, который встретил в Бамбэе, и вдруг в его присутствии он стал слабым. Но что происходит? Как однажды один человек сказал мне, он встретил одного са-джогу в Бамбэе, и неожиданно в его присутствии он стал безмолвным. А, я сказал, это все. О, он сказал себе, я должен понять, что это такое. А он именно был одержим в Агии. И он показывал людям сайнатха и все такое. Я не знал об этом. Потому что это одержимость, которая неожиданно возникает. Вы уходите из своего сознания, и вы становитесь абсолютно безмолвными. Это происходит с большинством гуру, вы понимаете, они поворачивают вашу чакру вот так, и неожиданно вы ему замолкаете, потому что вас там нет. Это дух. Но эти люди заканчивают эпилепсией, я наблюдал это, или заканчивают в сумасшедшем доме. Все такие люди, которые пробуют подобные вещи, не поднимаются потом высоко в сахаджа-йоге. Необходимо также понимать, что достижение покоя вовсе не означает ухода от реальности. Реальность сама есть покой. Но если вы на периферии, то вы не можете чувствовать покой. Но если вы в центре, то ось сама есть покой. Но предположим, что каким-то образом вы обнаружили, что на периферии есть покой. Вы стоите на периферии, неожиданно вы стригаете покой. Это значит, что вас унесло даже из периферии. Так что необходимо быть очень осторожными с аггей-чакрой. Вопросы об этих вещах возникают, потому что аггей-чакра дает вам новый опыт. Люди начинают видеть свет, восходящие столбы, и как много вреда это принесло самой Библии. Вы видите всевозможные вещи, но чего там видеть? Если вы вдалеке, то все, что вы видите, это значит, что вы не там. Следует отказаться от всех подобных опытов. Единственный опыт, который является наивысшим, это опыт, когда вы чувствуете, как энергия идет от вас, из ваших рук, и входит в вас отовсюду, как прохладный бриз, как поток чайтани. Как из сахасрары, так и из ваших рук, а иногда вы получаете это из ваших ног. И не пытайтесь делать эти фокусы с концентрированием ваших глаз на чем-то, но как минимум получите косоглазие, если что-нибудь похуже. Вы должны поднять ваши кундалини через сахасрару. Это единственный путь, как вы должны выходить наружу, а это все лишь окно, не пытайтесь выйти через окно, а иначе вы повредите себя. Вы должны выходить тут, через дверь. Хорошо? Мать Мария, хочу спросить вас, как держать внимание выше агги чакры и как сохранять его там? Внимание выше агги. Понимаете, на санскрите есть поговорка. Когда вы видите мысль и говорите «не это, не это», потому что вы реализованы души, не раньше, до этого это не будет работать, но теперь ваши кундалини подняты, а вы просто наблюдаете за вашими мыслями, и они утихнут. Затем есть вопросы, фундаментальные вопросы, которые вы должны задавать. Существует ли Бог? Задайте вопросы. Вопросы, которые тонкие, которые фундаментальные, абсолют. Если вы опросите реализацию, снова после реализации, ваше внимание пойдет вверх. Где ваше внимание? Вы понимаете, люди смотрят вибрации. Мать, должна ли я купить это платье для дочери или нет? Посмотрите на вибрации. Мать, получу я эту работу или нет? Хорошо ли мне согласиться с этой работой или нет? Все виды бессмысленных вещей. Вы понимаете? Все это не важно. Спрашивайте о чем-то великом, о чем-то тонком. Вопрос о вечном. Почему вы задаете такие бессмысленные вопросы? Сколько раз ты был женат, сколько у тебя было детей в предыдущей жизни, сколько раз ты имел работу или был безработным? Все ваши жизни вы занимались ничем-линым, как этой бессмыслицей. Собираетесь ли вы повторить это даже после реализации? Сколько раз в вашей жизни вы были дети, женщины, вы были в шуме? Все это не так важно. Потому что наше внимание там. Вот почему наше внимание теряется. Задайте все величайшие вопросы этого мира. И ваше внимание будет за пределами Сахасрары. Внимание – это ваш раб. Куда бы вы ни захотели, оно направится туда. Если вы хотите идти в направлении грязи, вы можете идти. Если вы хотите идти в тонкий храм, вы можете идти. Вы должны управлять вашим вниманием. Все еще остались вопросы? Мать, она спрашивает, может ли она лечить кого-либо? Если да, то как? Да-да. Да-да, можешь. Почему нет? Но это зависит от заболевания, которое у них есть. Скажем, например, вы должны чувствовать вибрации. И в зависимости от того, какие чакры заблокированы, произнести соответствующую мантру и поднять кундалини. И также по поведению кундалини, вы можете видеть, она будет пульсировать на этом месте. Также протяните левую руку. Она понимает английский? Положите вашу руку на это место пациента для лечения левую руку, а правую в направлении фотографии. Вы можете лечить. Есть так много способов и методов. Вы можете лечить, не сомневайтесь. Мать, должны ли мы выучить мантры до получения реализации? Но это не имеет смысла. Вы не соединены. Мантру необходимо пробудить. Она не имеет смысла. Если она не пробуждена, то в ней нет никакого света. Что за польза? Наоборот, предположим, что нет никакого света, и я сижу в темноте. Увижу ли я что-нибудь? Это происходит очень часто, но мы все время поступаем так. Все время, если мы занимаемся, чем-то, мы делаем то, что не существует. Можешь перевести? Вопрос, который она задала, должны ли мы использовать мантры до реализации? И я ответила, что без света в них, предположим, я возьму эту свечу и вижу. Или я что-нибудь вокруг. Она должна быть зажжена. Это должно быть джагрут. Как вы узнаете, какую мантру использовать? Потому что вы не знаете, какой центр заблокирован? Махаганапати. Есть еще вопросы? Она спрашивает о чакре Махаганапати, где она находится, и какую часть тела она представляет. Махаганапати находится в Сахасраре, в этой точке, противоположной Агии. Она контролирует вашего ганапати, в Младхаре внизу. Вся психика контролируется, и должна сказать, вы понимаете, все, какие есть чакры, они представлены в Сахасраре. В Сахасраре называется Маха, а в чакрах используется простое название. Понятно? Потому что Сахасрара – это Вселенская. Это часть Вселенского Существа, сознание Вселенского Существа находится в Сахасраре. Вот почему это Маха. Например, чакра Вишуди здесь становится Виратой. Например, здесь Вишуди, и здесь Вирата, огромный космический примордиал. Он существует здесь как Шри Кришна, а здесь как Вирата. Понятно? Мать, когда вы работаете над человеком, вы видите признаки Шри Ганиши на руке, если что-то, что вы делаете, если что-то, что мы можем делать, когда работаем над людьми, что мы должны делать? Вы можете делать это, но вы знаете, почему вы делаете это. здесь, на левой части Сахасрары. Скажите мне, что находится? Скажите мне. Махавира, кальки, эго. Что вы говорите? Да, эго. И на правой стороне суперэго. Так что, противодействуйте этому, понимаете? Левая сторона представляет мах в этой свастике, потому что это левая сторона. Левая сторона Понятно? А здесь находится крест, потому что это правая сторона. Потому что левая сторона становится, я имею в виду, левая свастика становится действием креста. Но здесь находится эго. Поэтому мантра, которую здесь говорят для левой стороны, пожалуйста, прости меня. Это значит, что для того, чтобы победить свое эго, вы должны сказать, пожалуйста, прости меня. А когда вы делаете на правой стороне, то вы говорите, я прощаю. Это двойная комбинация. Потому что Агья-чакра имеет две биджа-мантры хам-кшам. Это я есть, и я прощаю. Я прощаю. Так что обе они это двойная комбинация. Потому что вы рисуете левый признак, знак психики. Это свастика. Понятно? И в этом желании, потому что эго находится на левой стороне сахасары, вы говорите, сахасары. Вы на правой руке рисуете крест, потому что это становится крестом на правой стороне, представляя правую, полностью правую сторону. Но потому что здесь находится точка сахасары, вы говорите, я прощаю. в действии так же. Ганеша это тот, кто убивает. Он просто убивает. Поэтому вы должны сказать, прости меня. Но Христу вы должны сказать, я всех прощаю. Как Он простил. Так что это, я должна сказать, тройная комбинация в некотором смысле. Вы понимаете? Прежде всего, это левая сторона сахасары. Это левая сторона. И это должно быть установлено. Затем Божество на левой стороне сахасары должно быть. Кто является Божеством на левой стороне? Да. христос. Это Христос. Потому что Он прощает. Я извиняюсь, это Ганеша здесь, потому что Он убивает. Я извиняюсь, Ганеша. Он убивает. И потому что Он убивает, нужно сказать, прости меня. Это тройная комбинация. Правая сторона, просто взгляните на это, как это скомбинировано. Правая сторона, это Христос, который говорит, Я прощаю. И Он есть тот, кто убивает эго. И Коте Дроа это Крис, который говорит, что я прощаю, и который тует эго. Поэтому важно то, что Ганеша убивает, потому что если на этой точке Ганеша не убивал бы, вы не сказали бы, прости меня. До тех пор, пока кто не соберется убить вас, вы не скажете, прости меня. Разве не так? И это устанавливает, почему появляются крест. Вы успеваете из-за мысли? Многие люди спрашивают, почему крест? Ваше эго невозможно победить, говоря, я прощаю. вашего эго не скажу как кто скажет, что я прощаю. Но для эгоистичного человека лучше так сказать. Но если вы говорите, эгоистичного скажите, я прощаю прощаю, скажите эгоистичному человеку, чтобы он сказал, я всех прощаю. Тогда его эго еще раз дуется, без сомнения, но Христос пробужден. Это трюк. Это видео, это шри видео, это трюк. Если вы говорите к эгоисту, я прощаю всем, он чувствует хорошо, он прощает всем, его эго чувствует хорошо, но он был в этом момент. Когда у человека суперэго, если вы скажете ему попросить прощения, это его природа все время просить прощения, он не будет возражать. Если вы говорите такому человеку, чтобы он простил, он скажет «О, конечно, я прощаю, потому что именно я сделал все плохое». Человек суперэго, он берет всю вину на себя. так что такому человеку вы скажете, чтобы он попросил прощения, но говоря так, вы пробуждаете Шри Ганешу. так что первые две вещи на самом деле для пробуждения, а вторая вещь и третья одурачивает вас. это лила, потому что вы понимаете, если вы не можете достать ключ прямым пальцем, то лучше согнуть его и достать ключ. Вы должны так или иначе сделать, чтобы кундалини вышла наружу. Понятно? Я счастлива, что вы задали вопросы, потому что никогда ты глубоко не исследовал эту тему. Что следующее? Однажды, когда я занимался с начинающим, я коснулся человека, было ощущение, как это коснулся льда. Что это означает, что можно сделать? Где это было? В Челси, когда я давал реализацию, и руки были абсолютно холодными, как лед, это говорит о низком давлении, и более того, если есть онемение, то это признак скорой смерти. Он почувствовал холодный бриз, что я говорю, что если он немеет, онемение это признак смерти, надвигающейся. Так что будьте осторожны с такими людьми. как доктор Датта хотел знать, что такое Сахаджи йога, и он позвал пациентку, которая должна была умереть, пациентка с болезнью сердца. Я сказал ему, что я вылечу ее, но она умрет. Я сказал ему, он не поверил этому. Когда я вылечил ее, он сказал, она в порядке, она ходит. Я сказал, она умрет, она не проживет и двух дней, у нее был прохладный Брест, она ходила, но она умерла. Но вам нет необходимости говорить им об этом. Я хочу задать вопрос, необходимо ли иметь гуру в своей жизни? Да, конечно. Гуру это тот, кто приводит вас к встрече с Богом. А иначе вся остальная бессмыслица бесполезна. Вы должны иметь гуру, потому что только зажженная свеча может зажечь другую. Свеча, которая не зажжена, не может зажечь других. Так что человек, который берет деньги, не может быть гуру. Человек, который живет на вашей благотворительности, это паразит. Человек, который ведет аморальную жизнь, не может быть гуру. Так что необходимо понять, что гуру это человек, который поднимает ваши кундалини и дает реализацию, гуру. Это единственное для чего вы должны иметь гуру, а иначе множество других в этом мире, как мы называем их, которые интересуют только ваш кошелек. Маратия самый лучший язык, чтобы описать их. Мы имеем множество их. Тантристов. У вас есть один в Лакноу. Тхутнат. На самом деле Ракшаса. Настоящий Ракшаса. Вы не можете брать деньги. Вы должны иметь любовь и сострадание. должны давать, как гуру может брать. А если он живет на ваши деньги, то это паразит. На самом деле. Как он может быть вашим гуру? Но гуру вы должны иметь только когда ищете Бога, иначе вам не нужно иметь никакого гуру. В чем нужда? Вы в порядке как нормальное чешское существо, но если вы хотите стать Атма Сакшатта, тогда вам необходимо иметь гуру. посмотрите, я являюсь и гуру, я дала им реализацию, и они теперь сами стали гуру, теперь они могут давать реализацию, но я их мать, и это очень трудная ситуация. Мать становится гуру, можете себе представить, ужасно, ужасная работа. Мать, в Австралии у нас была женщина, индианка, которая приехала в Австралию, и у нее был такой же вопрос ко мне. Она сказала, должна ли я следовать тому же гуру в Бангалоре, ашрам, которого она посещала, не этот известный ашрам, а другой небольшой. Я сказал, прежде всего, получите пробуждение своей кундалини, почувствуйте вибрации, тогда сами решите. И она поступила так, и чувствовала прохладные вибрации, и задала вопрос, является ли он истинным гуру, сад гуру, или нет. И она приняла решение сама. Это прекрасно. Вы знаете, все святые люди знают друг друга, и тут нет противоречий. В Индии у нас есть Гагангамахараджи, я никогда не встречал его раньше, никогда не имел никаких идей о нем. И ко мне пришла одна женщина, врач, пришла встретиться со мной и сказала, я встретилась с Гагангамахараджи, и он сказал, мать пришла, почему ты пришла ко мне, почему ты не пошла встретиться с нею, где она? И он сказал, идти встретиться с ней в Бомбее, в таком-то и таком-то месте. Мы все знаем друг друга, и между нами нет противоречий, потому что истина одна. Но он такой упрямый парень, и нельзя стоять на его пути, потому что он очень раздражается. Это очень трудный человек, очень трудная личность, но там очень много настоящих гуру. Но прежде всего, почему бы не стать своим собственным гуру, получив реализацию, это самое лучшее, как он сказал. Направьте свои руки по направлению ко мне, как бы ни были ваша татва, вы станете духом, направьте ко мне. Татва, whatever is your татва, you become абсолют. Put towards Me. татва, ты не ты не 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 ты ты Взгляните на вибрации. Очень уставшая, истощенная. Как насчет нее? Все ли с ней в порядке? У нее то же самое? Что вы говорите? Левый Суадистан? У нее левый Суадистан. Не очень сильно, но вибрации хорошие, гораздо сильнее. Вы будете чувствовать тепло здесь. Он в порядке. Слева направо. Очень ослабленная. Сердце сверх истощенное. Слишком. Физически. Сейчас она в порядке. Аппарат чай, накси. Баччон паре. Бабь-тум-моле боле дони паре тумче. Ма же чари гранчилен паре. Ха, нау. Иди беде. Харашо. Мах, ау. Ах что. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Но она задала вопрос, должна ли она иметь гуру? Нет, нет, тебе не нужно. Ты свой собственный гуру. Не должно быть мыслей в голове. О чем ты думаешь? Закрой с ней глаза. Закрой с ней глаза, закрой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы можем сделать рекламу, сделать типа школы, организовать, чтобы больше детей пришло. Он может приехать вместе с женой и основать здесь центр. Мы можем сделать это в этом районе и использовать этот зал один раз в неделю, скажем, в среду, утром, может быть, или вечером. Он может использовать этот зал один раз в неделю, скажем, в среду, утром, может быть, или вечером. Лучше днем. В субботу днем это лучшее время. Это должно расти. Это должно расти. Так что, есть ли еще вопросы? Мать, вы упомянули, что в Бомбее будет ашрам и школа для детей? Нет, нет, вы понимаете, один человек подарил нам землю для школы, и она уже там. И я хочу основать эту школу сама. И также еще щедро дарят землю для роста, для ашрама. Это в другом месте. Это около Сили, где нам дарят акр земли. Школьная земля примерно 6-7 акров, на которой мы можем основать школу, постоянную школу, где дети могут получать образование, и мы сделаем для них место для жилья и надлежащую школу. Это одно. И в-третьих, это предложение земли от президента Индии. Так что, это третий ашрам мы получили. Так что, всего три ашрама. И у нас есть достаточно денег, чтобы начать работу в Бомбее. И вы, люди, также щедро пожертвовали, и все собранные деньги там мы можем использовать, как на строительство школы, так и на ашрам. Но нам нужно немного больше денег, которые скоро будут. По поводу денег, которые вы дали мне во франках и подобное. 500 франков, я должна сказать, что произошло с ними. Мы использовали их во франках в одном месте. Потому что, если вы конвертируете их в фунты, а затем в индийские деньги, то много потеряете. Но это будет конвертировано в индийские деньги. Так что, это можно было использовать здесь как фунты, и мы можем получить их как рупии в Индии. Так что, какие бы расходы у вас не были здесь в фунтах, это будет принято. Тут нет никакого полтавства, ничего нелегального, ничего неправильного. Так это есть. Так что, большая часть денег, которые вы дали нашим, находится там. Плюс, я также ожидаю немного еще денег от людей из Австралии. Они собираются дать некоторые деньги. Этих денег должно быть достаточно, согласно моим представлениям, на оба места. Но в том случае, если нам нужно будет деньги для более большого, я имею в виду, что у нас есть генеральный план. И если нужны будут деньги, мы посмотрим. Но со школой это очень просто. Я организую это с министром образования, чтобы в эту школу могли приезжать деньги из других стран. Например, индийцы в Англии также хотят иметь школу. Но здесь мне также хотят пожертвовать землю, для того, чтобы организовать школу в Англии, для индийских детей. Для того, чтобы... Для того, чтобы учить их индийской жизни, индийской культуре, индийскому стилю и индийским вещам, индийской философии. И в конце концов, сахаджи. Но сейчас я настолько занято. Они доверяют мне, они дают мне землю, и они говорят, что соберут деньги. Но в действительности, сегодня они пригласили меня на обед. Мне попросила господина посла встретиться с этим джентменом. Завтра, возможно, поговорю с ним об этом плане. Так что, может быть, у нас будет школа в Лондоне. Но для сахаджи-йогов, самое лучшее, это школа, которая у нас будет в Индии, на определенной стадии. Много маленьких детей мы не сможем принять, но немного повзрослее, за ними можно будет ухаживать и воспитывать в нужном стиле сахаджи-йоги. Такие вот дела. Так что я хочу сделать обе эти вещи. Но в Ашраме я не буду делать школу. У меня есть вопрос. Если мы западные люди, пошлем своих детей в школу, и это полный курс, будет ли это означать... Это все будет проводиться на международной земле, и там ничего не будет. Я имею в виду, что если вы захотите забрать их, это тоже будет легко для вас. Но к тому времени весь стиль жизни изменится, все изменится. Он не хочет объединяться с иностранцами, такими как он. Мать, и не сказал этого. Дипломат. Где Агнинишвара? Потому что постер снаружи кто-то снял. Агнинишвара? 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 Продолжение следует... 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 Я постепенно дам ему идею, как организовать на основе кундалини и все такое. Так что вы сможете организовать его программу, и ему можно заплатить за участие в программе. Но, понимаете, делаю так, вы дадите им эссенцию. На самом деле эссенцию Адхара и полную идею о том, как проходят аватары и что это. Так что мы сможем распространяться. Субтитры создавал DimaTorzok Но он собирается в Голландию 12 августа. Другая вещь в самой Англии. В таких местах, как Бирмингем и все такие места, для того, чтобы распространять Сахаджиогу, один из путей это представить это как танец драмы. Это хорошая идея. Представить кундалини и всю Дхара, как Бог создал всю эту вселенную и все эти вещи. Если представить их через эту медиа, это будет небольшое представление. Так что это проникнет в сознание гораздо легче, через эмоциональный посыл личности. Это может быть сделано так же. Так же я сказал некоторым поэтам, которые хорошие певцы, и они согласились сделать это. Но единственная проблема с ними это язык, потому что западные люди, они могут понимать танец, они могут понимать драму до некоторого предела, но другие вещи, потому что это аудио-видео, другие вещи не настолько успешны. Так что мы попробуем это. Но вначале давайте попробуем с танцами. Я выработаю планы вместе с ними в Австралии или где угодно. В Бирбингеме даже индийцы хотели бы приехать. Так что мы можем сделать это и таким путем мы можем пропагандировать Сахаджи-йогу. Хорошо? Эволюцию кундалини я собираюсь рассказать ему. Я сяду с ним, я объясню ему, я все расскажу ему об этом. О взаимосвязи инкарнации, как инкарнации связаны, как... Все вместе это новая схема, это новое измерение. Я расскажу ему обо всем этом. На днях мы сянем и все обсудим. Если не в этом году, то в следующем. Как бы это ни было в подготовке, это не трудно для него управиться с этим. Это очень просто. Управление не трудно для него. Это управление темой. Но тему нужно дать ему, это я сделаю. Но вы должны определиться. Как в Кембридже, так и где угодно. Управление, так и где угодно. Он собирается в Голландии 12 августа, но он легко может поехать в Париж или в какое-либо место рядом. Люди из Парижа могут подумать об этом. Если это возможно, возьмите его адрес и его номер телефона. Хорошо? Это одно из медиа, которое очень хорошо для коммуникации. И также обсудите, сколько много мы можем организовать и сколько вы заплатите ему это между вами. Я сделаю это за благословение матери. Я сделаю это за благословение матери. Но никого нельзя эксплуатировать в Сахаджи-йоге. Никакой эксплуатации. Деньги никому не нужны. Это место, которое правительство дало нам бесплатно в некотором смысле. Понимаете? Но никто не должен страдать из-за Сахаджи-йоги. Это один из принципов. Так что есть много принципов. И один из них говорит, не делайте ничего запрещенного. Если кто-то повесил плакаты, то неплохо заплатить за это. Как только я подготовил всю схему, я подготовил. Я поговорю с ним. Я расскажу ему о кундалине, обо всём. Он должен полностью получить свою реализацию, и затем я всё ему объясню. Хорошо? Это прекрасная комбинация. Он из Махараштры, а она из Бенгала. Это прекрасно. Обе провинции очень наделены искусством. Но в Бенгале другое искусство. Не такое же, как в Юпи. Можете себе представить? Это очень хорошая комбинация. Да, это всё Сахаджи. Неожиданно. Я открыл его. Неожиданно. Какая-то истинная комбинация? Сахадь-яга. 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 Я согласен. Я согласен. Я Luckily в том, как я объявил то, что произошло... Я Сахад истинной. Что Imperativophon? Кто-то позвонил мне и сказал... и сказал да. Субтитры сделал DimaTorzok Так что, есть ли другие вопросы о моей поездке? Мы обсудим это? Это на самом деле по поводу моей жены, которая меня очень беспокоит. Она получила холодный поток, но она кричит на людей, которые ставят это под сомнение. Да, да, хорошо. Это божественный поток. Да, если они сомневаются, то лучше кричать. Потому что это пхуты сомневаются. Если кто-либо очень чувствительный человек, я поехала купить поезд в магазине. Просто так, в большей машине моего мужа с шофером и все такое. И он сказал, что никогда не был там раньше. И с нами поехал Ник в нашей машине. И парень, продавец, неожиданно, я не знаю, что произошло с ним. Он спросил у Ника, кто эта женщина? А что такое? Взгляни, я чувствую, что будто ходит королевская особа. Как будто в его магазине ходила королева или что-то в этом роде. Я сказал, неужели? Что он сказал тебе? Мать, он хочет знать о вас. Так или иначе, но он абсолютно поражен. Я сказал, хорошо, расскажи ему. В то время, как до этого никто не произвел на него такого впечатления. Это чувствительность человека. А если человек все время сомневается, то вы должны знать, что что-то не в порядке с ним. Я видел сахарджиогов. Когда они уходят, они начинают говорить вещи, в которые не могу поверить. Так что сомнение идет от них. И если иногда вы накричите, это поможет, может быть. Про холодный бриз стал идти. Это кундалини, вы понимаете. Кундалини стала говорить. Вначале это пара. А затем она стала речью. Вначале это пара, вы знаете. А затем она стала речью. Это означает, что вы благословлены божественностью. Все божества довольны вами. В особенности Шри Ганеша, он очень счастлив. И Шри Кришна появился сейчас со своей Сударшана-чакрой. Это также означает ваше вишуде. Замечательно. Иметь прохладный бриз, идущий из вашего рта. Но вы очень верно идете в Сахарджи Йоги. То, как вы установились, это замечательно, это великие качества. Не так ли? Я имею в виду, что вы актриса. Вы были актрисой. А для актрисы так неожиданно прийти в Сахарджи Йогу. Это нечто замечательное. Я просто представить не могу. Марта другая. Обе они. Это замечательно. Великие качества. Вот такая у меня жена-мать. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЛОДИСМЕНТА ПОЛОДИСМЕНТО. Мы имели рассказать, что у вас есть деньги. И мы мы начнем. И мы несли что, мы не plastic. И мы с надоем. Поэтому мы не обладаемость. Это, если Вы не declaring об этом, что вы смотрите, что вы делаете. В этом видео я расскажу вам, что вы делаете. Какие доняты, когда вы делаете? И Маламане 59 паи дей. То Упаширам тече са ке жуча рели, жутки тих. То Вали йоги. Ами ракта би дача утра нахе, ракта би че саач. А Тумча Саи Бабад ваат ка ла ле ме ке, Туми че сор апле. Хе ге Саи Бабада нахе. И Махиша сор ахе. Пакка. Истов за Махиши саар ка бора то ме. А ваат ка ай паа бора то ме. А а ваат ка бора то ме ка. Ка Тхе че дая мая там ай ка ла. А ше бурю шума ба? Да. Пожалуйста. Мать, почему Шри Ганеша держит плеть и топорик, а иначе кто будет работать, особенно в Шотландии, с их перерывом на отдых начиная с 12 часов, поэтому Шри Ганеша должен использовать все это. Продолжение следует... Он много исследовал духовные вещи, и вопрос, он из Швейцарии. Он не может согласиться с тем, что мы пользуемся столь персонифицированными божествами, такими как Дурга Пхайрова. Он не понимает все личные аспекты божеств. Не опасно ли играть со всем этим? Нет, нет. Вы понимаете? Прежде всего, вы понимаете это, а затем вы будете знать. Это опасно, если вы не знаете их протокола, что они представляют, тогда это будет опасно. Но в Сахарджиоге они знают, что вы невежественные. Они знают, что вы дети, так что они прощают, они ухаживают, они проделывают некоторые фокусы, но это все. Что я говорю? Я говорю, что в Сахарджиоге, как я вам сегодня сказала, не нужно торопиться ни с какими выводами. Если это для них гипотеза, хорошо, это гипотеза. Давайте, смотрите сами, работайте с этим, потому что вы вошли в новое измерение. Как я вам сказала, это не ментальная проекция, это не просто концепция, это то, чем оно является. Так что, пожалуйста, держите ваши глаза открытыми, заходите внутрь и сами смотрите. Все, что подтверждается, это очень опасное время, потому что как только вы получаете реализацию, вы начинаете сомневаться, в этот момент вы выбрасываетесь наружу. Поэтому вы должны быть очень устойчивы, потому что время посева, это время посева. В Сахарджиоге есть центробежная и центростанительная сила. Одной силой вас привлекает в Сахарджиогу, а другая выбрасывает вас. Так что вы остаетесь здесь благодаря самому себе, не благодаря никому другому, благодаря самому себе. Понятно? Что делать, когда у вас романтическое настроение? Почему он спросил это? Что делать, когда у вас романтическое настроение? Бен, ты слишком молод для этого. Понимаете, романтическое настроение тоже не такая плохая вещь. Совсем не плохая. Это одно из настроений самого Бога. В этом нет ничего плохого. Но вы не можете с каждым быть в романтическом настроении? Только со своей женой. А если у тебя нет жены, то я не знаю, что тебе делать. Просто со своей женой. И, конечно, я не знаю, что вам нужно такое. Что делать, что вам надо сделать? Потому что вам надо сделать. Вы понимаете, извращенный роман совсем не роман. Извращение совсем не роман. Роман только с вашей женой в интимной обстановке. Такие сложности сделаны из-за романов в современное время, что я шокирована. Это психологическое заболевание. Они стали психопатами с этими романами. Я имею в виду, что это удивительно и настолько нелепо, что я просто не могу понять, как человеческие существа могут быть в таком бессмысленном состоянии. Я имею в виду, что когда я говорю с людьми с этой проблемой, то я просто поражена. Есть ли еще вопросы? Что дальше? Кто это? Изабел? Что за вопрос? Но не на итальянском. Она хочет узнать, каково ваше самое сокровенное желание. Мое? Вы разве не знаете, что у меня нет желания? У меня на самом деле нет желания. Я не знаю, что я хочу. Извините. Мать, а если вы являетесь выражением чего-то желания? Я выражаю чего-то желания? Тогда того и спросите. Вы понимаете, все, что является пурно, завершенным, не имеет желаний. Единственное, можно подумать, чтобы вы все стали завершенными. Но это не может быть желанием, это может быть благословением. Если вы принимаете благословение, то вы истанете. Это и есть так. Это вопрос вашей свободы. Хотите вы принять это или нет? Если вы не хотите принять, то я не могу заставить вас. Для меня величайшее благословение, которого вы должны просить, это то, чтобы вы стали завершенными. Когда вы становитесь полными блаженства, то как у вас могут быть желания? Когда вы становитесь тем, кто дает, то как у вас могут быть желания? Вы просто даете, вы просто ничего не можете получить. Откуда могут взяться желания? Да, Джон. Что ты хочешь спросить? Матаджи, может быть мы проведем пуджу? Может быть пуджу проведем? Да, да, конечно. Кто-то станет великим пуджарем теперь. Он сначала прочел тысячу имен Шри Ганеши, а потом тысячу имен Гуру. Это великое вещь сделать это. Шри Ганеши, может быть, что-то не так? Нет, не, Сарва Дева. Шри Ганеши. Шри Ганеши. Шри Ганеши. Шри Ганеши. Шри Ганеши. Шри Ганеши. что ты говоришь ты поднял руку кто там еще Рикардо или это Родриго извиняюсь какая разница между тишиной сушумной и любовью и поклонением левого сердца в чем разница в чем взаимосвязь левое сердце это место эмоций или вы можете можете сказать место пребывания духа а дух это тишина если вы говорите о левом сердце то это дух а дух это тишина это находится на одной оси координат как по-французски ось мать мне сказали что мы не должны работать над новыми людьми мы должны работать над ними не держа на них свое внимание я знаю я чувствую что я должен работать над этими людьми но с тобой все в порядке должно работать и руками и всем это предназначалось другим людям понимаете некоторые люди которые не в порядке которые наполовину зрелые если они начнут работать то у них будут проблемы они принесут мне проблемы вы понимаете да все в порядке с тобой ты на самом деле великий ты ушел от этого ужасного рожниша и ты достиг этих вещей что я должна сказать поздравление тебе десять раз ты настоящий искатель настоящий искатель без сомнения результат грандиозный чтобы они говорят для других это не предназначено для тебя это для посредственных ты можешь делать так как тебе нравится зависит от обстоятельств каждый не может предложим что ты не умеешь готовить кто-то попросит приготовить пищу что ты будешь делать так что должна была предупредить их длин очень посредственный у нас очень посредственный у нас есть там только один великий человек остальное все несущественное муж кати у нас была программа и они там говорили и примерно 40 людей получила реализацию хорошо я приеду как-нибудь бельгию я посмотрю когда может быть на один два дня когда я вернусь из йоркшира я посмотрю хорошо мать не раньше чем вы вернетесь из йоркшира это не зарубежная страна а йоркшир я на самом деле уже не знаю где нахожусь я снова должна все пересматривать все что вы написали это столько раз меняется столько раз меняется вы просто не можете себе представить так что мы должны отсортировать это снова и конечно я приеду в йоркшир я вам это обещаю теперь я бы сказал что мы должны сесть в моей комнате и распланировать мою программу есть ли какие-то предложения по моим программам если они у вас есть скажите мне или мы должны сесть и рассмотреть или та программа которая у нас есть он поместить на доску и вы скажете мне что вы хотите изменить у тебя есть мать у меня есть дополнительные предложения да да именно это я говорю сегодня мы сядем и обсудим хорошо грегор потому что я уезжаю рано утром рано утром какое время в 10 утра так что я хочу быть уверен что 25 я еду в вену да да хорошо спасибо да мать можете ли вы рассказать о грехопадении сари адама и его что недавно общалась со священником что за проблема связаны с этим я думаю что это будет интересно я не знаю история которую ты рассказываешь мне вы понимаете библия была написана из отрывков того что люди получали из бессознательного это не так мы не можем сказать что она полностью вышла из медитативного опыта не является выражением или проявлением медитации вы например имеете такую личность как святого павла который включили в библию я не понимаю какое этом оправдание какое право как вы можете сделать это он не был реализован душой вы можете видеть это очень ясно мать в этой истории об адаме и иве я хотел бы упомянуть только один момент то что все человечество произошло из первородного греха и первый грех это было дерево в этом райском саду а это на самом деле была кундалини так что это карнатика кундалини карнатика шишта мать я хотел бы сказать рассказать о другом в этой истории в райском саде потому что это было как молондарья как невинность а также другое то что вы не можете есть плоды из этого дерево знания потому что это ослабит дерево жизни но не авторизいます сегодня invoke вы можете кушать Вы можете есть. Что они понимают? Они не понимают, что это настолько символичная вещь, как то, что я представлю перед вами как языки пламени. Спросите их, что это такое? Способны ли они ответить? Само дерево жизни, они не могут объяснить, что это. Это слишком символично для западного ума. Это слишком символично для occidental. Это понятно индейцам. Они не понимают символизм, потому что они слишком прямые, грубые. Я не говорил этого. Я не понимаю символизм, потому что они слишком прямые. Например, почему вы поклоняетесь флагу? Это символ? Важение к флагу. Почему? Это символ. Но самое главное, что произошло на Западе, благодаря этой ментальной проекции, что есть еще одна ужасная атака. То, что нет уважения вообще ни к чему. Вообще нет уважения. Так что, с ментальной точки, что вы сделали, вы атаковали саму основу уважения, потому что уважение это не грубый, не окаменелый предмет. Они говорят, что если вы кого-то уважаете, то у вас есть некоторая слабость. Это самое ужасное, что может произойти с человеческими существами. Имею в виду, что если у них нет уважения, то они даже не человеческие существа, я бы сказала. Так как же не поймут какие-либо символы? Библия дана людям, которые не понимают, что такое символизм. Но все равно, на этом они построили так много церквей. Я не знаю, какая у них цель. Я не знаю. То, что священник кладет в рот хлеб и говорит, что это плоть Христова, и вы едите, это уж слишком. Не так ли? Вы хотите есть его плоть? Вы его уже распяли, а теперь хотите есть его тело? Подумайте об этом. Это абсурд. Что случилось? Ему трясет немного. Хорошо. В порядке. Ты можешь направить левую руку ко мне, ко мне, а в другую сторону правую. Заходил к какому-либо гуру? Да, хорошо, не имеет значения. Помогите ему. Просто помогите. Мать, все говорят, что наша мать очень простой человек. Я очень простой человек. У меня должно быть тут два рога. Не так ли? Все, что нормально, является простым. Я не знаю, чем гордиться. Я не понимаю. Я такова, какова есть. Чем тут гордиться? Вы можете гордиться, потому что вы чего-то достигли. Я ничего не достигла. Я ничего не достигла. Такова бы я ни была, я такова, какова есть. Чем тут гордиться? Вы можете гордиться. Это в порядке. Потому что вы достигли. Вы не родились с этим. Вы достигли этого осознания и можете гордиться. Но почему я должна? Я должна быть простой. Абсолютно. Это наипростейшая вещь. Что бы вы ни сказали, я сделаю это. Чтобы стать немножко сложной. Я не так проста, как вы думаете. Но и вы знаете это очень хорошо. Хорошо. Так что будьте осторожны. Это просто маскировка. очень хорошо сделанная. Очень хорошо сделанная. вы понимаете, что я говорю. Это то, что, по крайней мере, вы чувствуете, что вы достигли чего-то. Чего-то достигли. Разве не так? Если это означает гордость, гордость приходит тогда, когда вы достигли чего-то в жизни. А я вообще ничего не достигла. Вы понимаете? Если я должна гордиться, то я могу гордиться моими сахарджиогами. Но потому что они достигли сами, они гордятся больше, чем я. Как я могу гордиться больше, чем они? Это хорошо иметь гордость. Есть различие между гордостью и тщеславием. Гордость означает, что вы на самом деле чего-то достигли. И вы гордитесь этим. А тщеславие значит, что вы ничего не достигли. И вы гордитесь. Вы гордитесь. что вы заслужили то, как вы есть. Нет, нет. Я ноль. Я была ноль. И я буду ноль. Абсолютно. Абсолютно. Я хочу знать. Я хочу знать. Я хочу знать. Он хотел бы знать разницу между состраданием и благодарительностью, потому что он слышал, как вы говорили, что гуманитарные акции не всегда хороши. Нет, нет, я не говорила, что они не хороши, но что я сказала, что когда вы становитесь реализованными, скажем, какова я сейчас, я кого-либо вылечила, предположим, например, так что я сделал, я просто протянул свою руку и человек излечился, хорошо? Я не лечил его, ничего подобного. Что произошло? Он неотъемлемая часть моего существа. Кто такой другой? Когда нет чувства, что есть другой, тогда есть сострадание. Это просто течет. Неотъемлемая часть тебя самого, кого ты лечишь, потому что что-то внутри тебя страдает, ты лечишь это. Это для себя, ты не делаешь это для других. Нет других. Кто такой другой? Это сострадание. И в основе благословительность неверна, потому что кто-то является другим. Как у нас в Индии есть одна женщина, которая получила высшую Нобелевскую награду. И эта женщина, если увидите ее, вы будете поражены. Она за пределами понимания. Она настолько вспыльчивая. Вы не можете говорить с ней. У нее настолько горячие вибрации, что Кундалини просто не поднимается, и она получила Нобелевскую премию. Что она делает? Она собирает деньги от людей. Берет несколько бедных людей в дом и содержит их. И не умирают, так сказать, под ее предсмотром. Это не работа Бога. Это ваша работа. Это человеческая работа. Вы создали бедность, вы создали проблему. Зачем англичане пришли в Индию? Зачем они пришли в Индию править нами? Мы теперь стали бедными, так что платите за это. Хотят ли англичане заплатить за то, что они сделали? Возместить ущерб? Наоборот, они даже не разрешают индийцам приехать сюда. Понимаете? Кто сделал все это? Кто создал бедность? Вы человеческие существа, так что лучше скорректируйте себя. Бог не имеет никакого отношения к этому. Затем вы развиваете эго. О, мы сделали это, мы сделали эту благодарительную акцию. Мы привезли это. Предки этой мадам Терезы сделали все это в Бенгалии. Вот почему люди там бедны, и эта женщина получает награду за это. И нет ничего. Это абсолютно горячая сковородка. Если вы нальете немного воды, то она мгновенно испарится. Очень вспыльчивая. Она однажды подняла такой скандал, когда летела самолетом. Вы просто не можете себе представить. Она просто скакала с одного места на другое. Она остановила вылет, потому что хотела сидеть в первом ряду, потому что она мадам Тереза. В то время у нее не было Нобелевской премии, и там было 2-3 больных человека. Но она не слушала. Я была в этом самолете и спросила, кто эта ужасная женщина. Они сказали, это мать Тереза. Они сказали, какой бы вы ни были матерью, но эти люди больны, и вам нужно занять задние места. И она не позволила самолету взлететь. Настолько эгоориентированная женщина. Но они делают полезную работу. Какую? Так называемую. Вначале вы создаете проблему, а затем решаете ее и получаете Нобелевскую премию за это. А затем вы можете быть довольными, что вы проделали великую работу. Я скажу вам, это только потому, что она католичка. Она получила эту Нобелевскую премию. Это абсолютно второсортная работа. Это шудра. Это шудра сонста. Это шудра. Это коллективный грех. Это коллективный грех. Нет, нет, колонизация – это коллективный грех. Колонизация – это коллективный грех. Это коллективный грех. Когда вы совершаете грех, и для того, чтобы исправить этот грех, вы создаете другую организацию, из которой один человек идет и помогает этим людям, а затем... А затем та же самая организация дает им Нобелевскую премию. То, что происходит, это большая шутка. Вы понимаете? Кто спросит этих испанцев, почему они пошли и покончили со всеми южноамериканцами? Это такая драма. Вы понимаете, это как вы смотрите то, что вы называете подъемом и спадом. Это так. Сначала у вас подъем разрушения, а затем спад. И в чем тут помогать? Только Духу нужно помогать. Это божественная работа. Я спросила как-то, почему христиане занимаются миссионерской работой. Они сказали мне, что перед тем, как Христос был распят, Мария Магдалинина принесла дорогое масло и хотела намаслить его стопы. И этот великий Петр сказал, зачем ты хочешь напрасно тратить это драгоценное масло на его стопы, почему бы не отдать его бедным? Но Христос сказал, что эти бедные будут вечно, то есть это головная боль навсегда, а я только на короткое время. Это означает, что духовная жизнь только на короткое время. Это ни в коей мере не значит, что вы должны заставлять бедных страдать. Ни в коем образом не значит. Но то, что вы создаете бедность и неравенство, и пытаетесь скорректировать это, это ваша собственная игра, это игра человеческих существ. Бог не имеет к ней никакого отношения. Это не имеет никакого духовного значения, я хочу сказать. Можете объяснить? Матожи Саха-джиога будет работать для людей среднего достатка, как не для очень богатых, они уже обречены навсегда, так и для очень бедных, которые, возможно, могут быть спасены позже. Это оскорбительный английский язык, вы понимаете. В Индии средний класс означает, что этот класс ухаживает за художественными ценностями, за материальными ценностями, ухаживает за всеми традициями страны. Это средний класс. Это наиболее реагирующий класс в Индии. Но в этой нелепой стране я спросила, почему средний класс плох, потому что они не платят налоги. В Индии богатые не платят налоги. Как средний класс может не платить налоги? Большинство из них чиновники, и правительство собирает налоги до того, как выдает им зарплату. Я не знаю, почему это представление о среднем классе существует здесь. Здесь короли и королевы не имеют нравственности. То кто захочет становиться такими, как они? Я не могу понять. Но это так и есть. Они обвиняют кого-то, как средний класс. Я не понимаю, почему не обвиняют. Бедные средний класс единственные, кто старается сохранить все ценности и традиции мира. Так что это для серединной части, серединного пути, как течет река и течение в центре. Но когда река расширяется, идет в обе стороны. Так что, возможно, некоторые богатые могут прийти, как Раджеш сейчас присоединился, и могут прийти некоторые богатые люди. Но это бедные, которым в большинстве поможет Сахаджи Йога несколько позже, потому что им не нужно платить за лечение. У них нет проблем с деньгами, как только ваш путь установлен. И как только установлена тонкая система, так много всего может быть сделано. Я дам вам пример отца Мориша Пати. Он был бедным человеком, и он пришел в Сахаджи Йогу и получил свою реализацию. А потом он каждый раз приносил мне из Карвы очень красивую гирлянду. Это довольно далеко, 10 миль от Бомбея. Так что я спросил, а зачем ты каждый раз тратишь так много денег на гирлянду? Он сказал, мать, благодаря твоей милости теперь я разбогател. Я была поражена. Он рассказал, что у него был кусок земли, который он использовал для огорода и все такое, и который приносил очень немного риса для него. Но однажды к нему пришел богатый человек и сказал, что эта земля очень хорошая. Если ты позволишь мне использовать эту глину, то я смогу сделать очень хороший кипич. И он стал платить мне за эту глину. Как сказал Кришна, Йога Кшен Йохам, взгляните на это прекрасное место, которое вы получили, на этот отель, который у вас есть. На все это, можете ли вы забыть все эти вещи, которые вы получили из ничего? Кто-то сказал мне сегодня, этот посол, что его дочь занимается образованием, и она живет в общежитии, где плохая еда, и комнату нужно с кем-либо делить, и там только немного ванных комнат, ужасные условия. И она должна платить 30 фунтов в неделю. Можете себе представить? 30 фунтов в неделю. Сосчитайте ваши благословения одно за другим. Благословит вас всех Бог. Итак, всем до свидания, потому что должна обсудить эти вещи, и затем должна идти домой. Хорошо? Мистер... Как его? Николас, где ты? Как твой свой дистан сейчас? Лучше? Хорошо. Так что, те, кто хочет написать, должны взять адрес у мистера Павара, и должны написать ему. Если у вас есть какие-то идеи об организации программ, в этом и не в следующем году. Хорошо, так что, пожалуйста, возьмите адрес, и контактируйте с ним, и расскажите ему о ваших идеях, и он может приехать сюда, обучать людей танцу в этом зале, когда это удобно ему, и вам. И мы можем пригласить людей, и мы можем сделать рекламу, и когда будет установлен контакт, он может установить свою цену, и обучать. Только для сахаджиогов он может сделать какую-либо скидку. Конечно, ты не станешь танцевать? Все, кому меньше десяти, должны присоединиться. Он говорит, вы все можете научиться танцевать. Однажды он обучал три поколения одновременно. Хорошо. Так что все могут присоединиться, и он сделает подходящее расписание. Так что напишите ему, позвоните ему, и узнайте у него. Затем мы можем сделать для всех рекламу, чтобы и другие люди также могли прийти. И сколько бы он не назначил, какую цену, мы должны заплатить, потому что это традиция сахаджиоги. Я думаю, что Дэвид тоже будет. Вместе с Грегуаром. Хорошо. Он хочет этим заняться, и есть еще мистер Раджиф, который приедет, и если вы хотите, он научит играть вас на табле. И также другой еще, Аршет, который играет на скрипке. Навадишери. Он научит вас играть на скрипке. Мы также можем позвонить ему. Так что вы можете научиться у них. Хорошо? Догословит вас Бог. Субтитры сделал DimaTorzok